Друзья, всем привет! Перед началом этого видео хочу вам сообщить две новости. Во-первых, мне разрешили спонсировать канал, поэтому вы можете это сделать, если у вас есть желание. Ну, все добровольно здесь. Если интересна информация, то можете нажать рядом с кнопочкой подписаться. Кнопку спонсировать, там вся информация будет. Но опять же, повторюсь, это все добровольно. И также еще можете теперь заказать мушки мои. Я выставлю наборы, какие смогу связать, вам отправить, либо можем что-то изменить там. В общем, в вкладке «Сообщество» сегодня, надеюсь, уже появится эта информация по наборам, какие будут доступны мушки, поэтому уже скоро весна. Можете заказывать, если кому-то интересно и хотите именно мои мушки заказать. Теперь приступим к вязанию сегодняшней мушки. Для начала нам потребуется сделать глазки для нашей осы. Прям точную копию мы сегодня вязать не будем, но что-то похожее у нас должно получиться. И, как видите, вот такой вот кусочек лески я зажал, надеюсь, вам его теперь видно. И нужно его поджечь с двух сторон. Таким образом леска у нас будет плавиться и соберется в кругляшочек. Сейчас я вам покажу, что получается. Вот такая вот бусинка. И с другой стороны делаем то же самое. Так, даем немножко леске остынуть, и она приобретает вот такой вот вид. Получается, как будто два глаза. Это можно использовать во многих мушках, но именно мы сейчас применим это здесь. Также еще хотелось бы добавить, что леску следует использовать потолще. Я использовал сейчас тоненькую, поэтому ее и побольше отрезать нужно, чтобы сформировался глазик. И также, когда вы закрепите леску, чтобы у вас глазки именно были устойчивые, не ломались так быстро. Ну, хоть леску и трудно сломать, но все равно потолще леску будете использовать вам, и в работе будет легче с ней. Нагнуться не так будет сильно. И начнем мы монтажной ниткой вот такого цвета вязать. Закрепляем ее на крючке. Теперь нужно нитку ввести к самому ушку крючка. Здесь мы как раз-таки закрепим глазик наш. Сделать это, в принципе, легко. Просто нужно сперва закрепить с одной стороны нитку, а потом накрест сделать это с другой. Из-за того, что леска тоненькая, глазки прям так сильно, думаю, видно, как гнутся. Поэтому, если будет леска потолще у вас, то и глазки, конечно же, будут держаться прочнее на этом месте. И здесь примерно выбираем, чтобы они были посередине, чтобы все симметрично смотрелось. И еще проходимся ниткой поверх глазок, чтобы они уже наверняка держались прочно. И уводим нитку назад. Теперь воспользуюсь вот такой вот ниткой, цвет Gold Leaf. Но, как видите, прям вообще он такой песочный. Я когда заказывал на сайте, думал, что у нее цвет немножко будет другой. Ну, вот такая вот она прям желтая нитка. Но тоже интересный цвет. И как раз-таки можем его использовать для имитации осы. Закрепляем нитку по всему телу, чтобы в дальнейшем было легче делать утолщение на теле. И закрепляем нитку прям у самого загиба крючка. Ребят, как вы знаете, у осы есть такие черные прожилки, поэтому будем их имитировать с помощью пера павлина. Оно здесь как раз-таки будет придавать небольшой блеск мушке, что тоже будет привлекать рыбу. И также игры, потому что она состоит из мелких волокон, которые будут играть в воде. Здесь мы примерно не доводим это перо, чтобы у нас еще было примерно... Да, два оборота нитки было, а потом уже только чтобы шло перо. Потому что если мы закрепим все это в начале, то рыба с большой долей вероятности сможет перегрызть это перо. И мушка уже не будет так интересно выглядеть, как бы она выглядела с этим пером. Теперь делаем утолщение тела и затем уже придадим мушке соответствующий вид осы. Такое тело я сформировал, теперь будем производить намотку желтой нитью по телу. И перед этим подготовьте сразу же черную нитку. Она нам потребуется, чтобы закрепить желтую нить и также ось пера павлина. Ну, сперва немножко прокрутим ниточку, чтобы она была поплотнее, потому что состоит из двух, и чтобы она не разваливалась. И теперь делаем здесь даже три промотки. И теперь с небольшим шагом начинаем наматывать желтую нитку по телу. Прямо с таким небольшим шагом, чтобы там поместилось именно перо павлина. Вот так я произвел намотку желтой нити и теперь закреплю ее черной. Теперь в жилке, которые у нас остались, как раз таки и проматываем перо павлина. Здесь оно как раз у нас помещается. Вот таким вот образом это делаем. На прочность не знаю уже, как это повлияет. Уже испытаем на реках в этом году. Но, в принципе, здесь оно как раз таки утопает по уровню в именно нитке, которую мы здесь проложили. И поэтому, в принципе, не должна у нас рыба перекусить это перо. Но уже все узнаем опять же на речке. Так, теперь нам потребуется перо фазана, точнее его ости. Здесь примерно штучек 5-6 потребуется. Это у нас уже будет формироваться спинка у пчелки. Поэтому их здесь отрываем и будем привязывать крючку. Вот такой пучок я небольшой оторвал и привязываю его на этом месте. Распределяем здесь эти ости так, чтобы они были равномерно распределены и покрывали большую часть спинки. Так, вот таким вот образом я их закрепил здесь. И теперь, думаю, уже кто давно вяжет у него от перьев, которые мы используем большие, например, вот такие вот. Вот еще нормальное перышко, можно его здесь пару раз использовать. И остаются вот такие вот хвостики. И, как видите, вот один из них. У меня уже таких накопилось очень много. И их можно использовать как раз таки для крылышек. Кто начинает вязать, у вас, наверное, слишком много мушек связать, таких не получится. Потому что, ну, вот таких вот кончиков перьев у вас еще мало, скорее всего, накопилось. Может быть, кто-то их выкидывал, а сейчас уже может использовать для формирования мушек. Именно вот такой вот осы. Ну, в общем, вот такие вот две ости будем использовать от основного пера. Сперва закрепим, точнее, сперва зачистим перышко, чтобы его можно было закрепить. Лишнее мы здесь не нагромождали. Ну, примерно по длине, даже здесь еще можно сделать поменьше. Уже смотрите по длине так, чтобы вам нравилась мушка, ну, и чтобы оно смотрелось все симметрично. Слишком большим крыло не стоит делать, потому что волосы, оно не прям такое длинное. Вот такой длины я определил для себя перышко. Можно сразу и второе до такого же состояния зачистить, чтобы уже в дальнейшем не мучиться. Сделал я два пера вот такой вот одинаковой формы, и теперь уже буду их закреплять на крючке. Сперва закреплю с одной стороны перо, буду их закреплять сбоку, чтобы они, ну, примерно как у осы смотрелись. Они у нее не сверху, а немножко так сбоку вылазят эти перышки. Точнее, не перышки, а крылья, но здесь у нас перо имитирует именно крыло, поэтому я так сказал. И здесь уже закрепляем, проматывая ниткой. И так, то же самое делаем с другой стороны. Закрепил я здесь все перья, теперь излишки можем обрезать. Они нам не понадобятся уже никаким образом. И будем делать торекс мушки, потому что, если вы видели осы примерно тела, уже где ножки у нее, оно черное, поэтому и будем использовать такой вот черный даббинг, немножко с фиолетовым отблеском, тоже будет дополнительно привлекать рыбу, потому что рыбе все блестящее нравится в основном. Ну, здесь прям немножко даббинга наносим на нитку и будем проматывать по телу. Вот такую небольшую нитку я сформировал, теперь просто проматываем ее по телу, так, чтобы закрыть уже нашу просто черную нитку, чтобы мушка смотрелась более эстетично и красиво. И теперь сверху нашу спиночку накладываем и проматываем сперва ниткой около глаз, таким вот образом, и теперь еще за глазами. Так, это мы делаем для того, чтобы у мушки и у перофазона была прочность, и он уже никуда у нас отсюда не убежал, не распустился. И еще раз назад уводим перофазона, и здесь уже все основательно закрепляем. Теперь делаем два узла вот таких вот, закрепляем. Теперь можно обрезать перофазона, закрыть нитку, которая у нас здесь осталась от узла. Также используем черный даббинг и прям вот такую небольшую полосочку здесь его наносим на нитку. И тоже с помощью узла закрепим его здесь. Можно промокнуть это все дело лаком, но я здесь не вижу в этом смысла, потому что рыба это место грызть не будет, поэтому здесь просто промотки узловязом будет достаточно. И закрепляем затяжкой все здесь, и теперь можем обрезать саму нитку. Мы используем все чесалки, чтобы вычесать черный даббинг. Он у нас как раз такие ножки здесь будет сымитировать. Прямо со всех сторон вычесываем. Так, как видите, вот они и наши ножки здесь образовались. Теперь просто берем и тянем пальцами, чтобы у нас слишком длинными ножки не были. И как раз, видите, они здесь вот такие вот небольшие у нас и получились. Теперь посмотрим, как мушка смотрится в воде. Вот так мушка смотрится в мокром состоянии. Чуть-чуть она поменяла свой цвет, стала на порядок темнее. Здесь также еще видно человеческим глазом, что перо павлина отблескивает. Прям так интересненько. В камеру, надеюсь, это видно. Скорее всего, не видно, я так думаю. И также еще хотелось бы добавить, что эта мушка не плавает. Она потому что сделана из тонущих материалов. Шерсть намокает, все тонет, поэтому для нахлыста эта приманка не подойдет. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.